3 октября Омский баскетбольный клуб «Нефтяник» провел первый матч в Пари чемпионате России премьер-лиги. В спорткомплексе имени Ивана Дворного наша команда сразилась с чемпионками страны, баскетболистками Курского Динамо. Игроки «Нефтяника» достаточно быстро преодолели стартовое волнение, поймали точность броска и в начале второй четверти даже повели в счете 21-20. И хотя развить успех не получилось, а «Мички» заставили соперниц притормозить и менять стиль игры. К большому перерыву «Нефтяник» уступал всего 9 баллов 25-34. У нас достаточно молодой состав, я считаю, и мы за счет скорости, за счет своих амбиций, эмоций, агрессивности какого-то характера старались им показать, что мы ничем не хуже и мы не собираемся уступать. Далее соперничество на равных продолжалось лишь несколько минут. Курские баскетболистки стали агрессивнее действовать в защите, наладили игру на периметре в атаке. Забросили четыре трехочковых, начали играть на своих рослых центровых. Вторая половина матча прошла с преимуществом курской команды. «Нефтяник» уступил 48-79. Немножко эмоционально девчонки поникли из-за того, что они стали неправильно защищаться. То есть мы требовали одну защиту, игроки, команда не защищались. Ту защиту, которую мы требовали, из-за этого были разногласия в защите, но и нам забивали на этом простые очки. Ну и плюс соперник, конечно, команда очень высокорослая. Нашли свою сильную сторону, заиграли больших в полной мере. Наши большие не смогли с этим справиться, но и маленькие мне помогли. По завершении матча первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник вручил призы лучшим игрокам. В составе «Динамо» награду получила баскетболистка из Словении Ева Лизик, а в нашей команде Анастасия Алексеева. Мы сделали самое главное. Мы стартанули в премьер-лиге. Нефтяник играет в премьер-лиге. Это уже свершился факт. На нашей омской земле сегодня баскетбол самого высокого уровня. Несмотря на то, что первая игра была с лидером, в принципе, премьер-лиги, самой сильной командой страны, которая закончила после сезона на первом месте, «Нефтяник» смотрелся достойно. Были моменты, особенно второй отрезок времени, когда команда лидировала, вела в счете. Это здорово. Не надо забывать, что у нас сегодня не играет несколько наших ведущих игроков. Их, наверное, и не хватало на площадке, как раз наших высоких игроков. Потому что, конечно, «Динамо Курск» – это, вы сами видели, рослые игроки, которые просто все, что попадало им в руки, кидали в трехочковый. Следующий матч пари премьер-лиги «Нефтяник» проведет на своей площадке 7 октября. А «Мички» сразятся с московским «Динамо». Игра начнется в 19.00.